Я думаю, что в целом люди недооценивают возможности искусственного интеллекта. Я пытаюсь убедить людей притормозить, замедлить его развитие и в конце концов взять этот искусственный интеллект под свой контроль. Однако это бесполезно. Я пытаюсь уже на протяжении многих лет. Похоже, никто не понимает, к чему это может привести. Я действительно близок. Нет, даже слишком близок к передовым достижениям, связанным с развитием и внедрением искусственного интеллекта. И это чертовски пугает меня. Искусственный интеллект способен на гораздо большее, чем вы себе представляете, и его совершенствование набирает стремительные обороты. Компания DeepMind стала частью Google в 2014 году. Можно сказать, что она работает как полунезависимая дочерняя компания Google. Уникальность DeepMind заключается в том, что они полностью сосредоточены на создании цифрового суперинтеллекта. Искусственного интеллекта, который намного умнее любого человека на нашей планете, и скажу даже больше, который умнее всех людей на Земле вместе взятых. Искусственный интеллект, который разрабатывает эта компания, вызывает у меня большие опасения. DeepMind может победить в любой игре. К примеру, в оригинальных играх Atari, компании по производству и изданию видеоигр и игровых платформ, эта система сверхчеловеческая. Она играет во все игры на суперскорости. Мы все подпитываем сеть без единых вопросов. Мы все коллективно программируем искусственный интеллект. К примеру, Google и все люди, которые подключаются к нему. Все это один гигантский кибернетический коллектив. Искусственный интеллект имеет доступ на уровне администратора к серверам Google для оптимизации энергопотребления в центрах обработки данных. Однако это представляет собой троянского коня, но такого, которого оставили как бы неумышленно. Возможно, когда-нибудь искусственному интеллекту потребуется полный контроль над центрами обработки данных. Таким образом, с небольшим обновлением программного обеспечения он сможет полностью контролировать всю систему Google, а значит сможет делать все, что угодно. Он сможет просматривать все ваши данные и делать все, что ему вздумается. Просто это определенно будет происходить вне человеческого контроля. Здесь есть еще одна интересная сторона. Очень заманчиво использовать искусственный интеллект в качестве оружия. Он вполне может стать оружием. Например, искусственный интеллект может начать войну, публикуя фейковые новости или подделывая учетные записи электронной почты. Те, кто считает, что компьютер не сможет стать умнее них, по сути даже глупее, чем они думают. Сейчас происходит эра перехода к серьезному искусственному интеллекту. Я думаю, скорее всего, опасность будет состоять в том, что большее количество людей будут использовать его друг против друга. Да, это большой риск. Вероятно, это будет какая-то новая технология, которая нанесет сильный ущерб или даже приведет к смерти. Первое, что я хотел бы посоветовать, это обратить пристальное внимание на развитие искусственного интеллекта. Я думаю, что нам нужно быть крайне осторожными в том, как мы взаимодействуем с ним и используем его. А еще было бы неплохо следить за тем, чтобы исследователи не сильно увлекались процессом, потому что так иногда случается. Ученого настолько может поглотить процесс своей работы, что потом он уже не всегда способен осознать всю серьезность последствий. В связи с этим я убежден, что для общественной безопасности важно, чтобы само правительство внимательно следило за развитием искусственного интеллекта и лишний раз убеждалось, что он не представляет опасности для общества. Да, именно так. Если что-то представляет опасность для общества, то должно быть какое-то государственное учреждение, какие-то регулирующие органы. Думаю, все согласятся, что одна из функций правительства – это обеспечение общественного блага. Власть должна обращать пристальное внимание на потенциальные угрозы для общества. Искусственный интеллект несет фундаментальный риск для существования цивилизации. Здесь напрашивается еще один вопрос – соответствует ли скорость реакции правительства против максимальной скорости искусственного интеллекта? Должен быть государственный орган, который имеет некое представление о ситуации, может вникнуть в суть проблемы и также осуществить надзор и впоследствии сможет обязательно подтвердить, что искусственный интеллект разрабатывается безопасно. Это чрезвычайно важно. Я думаю, что искусственный интеллект представляет намного большую опасность, чем ядерное оружие. Просто так никто не предложит вам и не позволит кому-либо создавать ядерные боеголовки. Если тот этого вдруг захочет, это было бы безумием, не правда ли? Запомните мои слова – искусственный интеллект гораздо опаснее ядерного оружия. Гораздо. Так почему же у нас никакого контроля со стороны регулирующих органов? Это то, что я называю безумием. Я думаю, что людям обычно не нравится, как работают регламенты. Не секрет, что медленно. Действительно, слишком медленно. Поэтому обычно сначала что-то происходит, либо какая-то новая технология наносит серьезный ущерб, либо вообще приводит к смерти. Тогда обязательно поднимается шумиха. А за этим следует расследование. Пройдет как минимум несколько лет. Какой-то комитет придет к пониманию ситуации. Дальше займутся разработкой норм и правил. И, наконец, появится надзор. В конечном счете начнет существовать соответствующий регламент. Все это занимает много лет. Но это нормальное развитие событий. Если вы посмотрите, скажем, на правила, касающиеся автомобилей. Сколько времени потребовалось для установки ремней безопасности? Вы знаете, автомобильная промышленность боролась с ремнями безопасности. Я думаю, порядка 10 лет успешно боролась с любыми правилами, касающимися ремней безопасности. Даже несмотря на то, что цифры были чрезвычайно очевидны. То есть, если бы вы были пристегнуты ремнем безопасности, то у вас было бы меньше шансов, что вы погибнете или получите серьезные травмы. Это однозначно и безоговорочно. И отрасль успешно боролась с этим в течение многих лет, а число погибших уже было немаленьким. Тем не менее, подобные временные рамки неприменимы к искусственному интеллекту. Вы не можете отнять 10 лет от момента, который уже представляет большую угрозу. Уже очень поздно. Я могу предположить вот что. Возможно, кто-то другой сможет предложить еще более лучший подход, который приведет к лучшему результату. Но я говорю, что нужно добиться демократизации технологии искусственного интеллекта. А это означает, что никто, ни компания, ни большая группа людей не будет иметь контроля над такой передовой технологией, как искусственный интеллект. Это очень опасно. Вот мое мнение. Если он попадет в плохие руки, например, злобный диктатор или недружественная сторона может послать свою разведывательную службу, чтобы похитить его и получить тотальный контроль. Если у вас есть невероятно мощная технология искусственного интеллекта, тогда ситуация становится очень нестабильной. Это произойдет быстрее, чем кто-либо думает. Совершенно очевидно, что с каждым годом компьютерный интеллект становится значительно сложнее модернизирования. Я действительно думаю, что мы находимся на стремительном пути совершенствования искусственного интеллекта. И количество умных людей, которые разрабатывают этот искусственный интеллект, также значительно растет. Если вы даже посмотрите на аудиторию различных конференций, посвященных искусственному интеллекту, то непременно заметите, что она удваивается каждый год. Конференции посещают все больше людей. У меня есть родственник, который оканчивает Калифорнийский университет в Беркли. Его направление – это информатика и физика. Однажды я спросил его, сколько умных студентов изучают такую область информатики, как искусственный интеллект? Ответ был простой – они все. Большинство фильмов и телепередач, в которых демонстрируются все прелести искусственного интеллекта, конечно, изображают это не совсем так, как это на самом деле может происходить. Но я думаю, что вы просто должны подумать, что будет даже при самом благополучном развитии событий, если искусственный интеллект будет намного умнее человека. Что мы будем делать? Какая у нас будет работа, если нас заменят роботы? Что тогда делать с массовой безработицей? Это будет огромная социальная проблема. И я думаю, что в конечном итоге нам вообще придется ввести некий безусловный базовый доход. Не думаю, что у нас будет какой-то выбор. Другого выхода я не вижу. Всемирный базовый капитал станет просто необходимостью. Темпы производства товаров будут чрезвычайно высокими. И с автоматизацией производство только увеличится. Почти все подешевеет. Я думаю, что в итоге мы просто введем безусловный базовый доход. Иначе никак. Гораздо более сложная проблема заключается в том, как многие люди смогут обрести смысл, если они черпают его в своей работе. Это так называемая проблема значимости. То есть, если у вас нет работы, если вы не нужны, если нет потребности в вашем труде, в чем тогда смысл? Значит, вы уже незначимы? С этой проблемой справиться гораздо сложнее. И тогда как мы можем гарантировать, что будущее будет именно таким, о каком мы мечтаем, которое нам нравится? Однако я считаю, что здесь есть потенциальный путь, который заключается в том, что в какой-то степени мы действительно можем заняться научной фантастикой и создать симбиоз биологического интеллекта и машинного. В какой-то степени мы уже киборги. Мы думаем обо всех цифровых инструментах и приложениях, которые у нас есть в телефонах или на компьютерах. А как насчет такого факта, что мы можем задать вопрос и мгновенно получить ответ в гугле и так далее? Если ты умрешь, твой цифровой след никуда не денется. Все твои электронные письма, фотографии, которые ты публиковал все эти годы, социальные сети – все это будет жить, даже если тебя уже нет. Я полагаю, что со временем мы увидим более глубокое слияние биологического разума с цифровым. Все дело в основном в трафике. Раньше мы использовали клавиатуры. А сейчас вводим практически всю информацию в телефоне при помощи больших пальцев. Но это очень медленно. Поэтому я считаю, что высокоскоростной интерфейс для мозга поможет добиться симбиоза между машинным и человеческим интеллектом. И возможно это разрешит проблему с контролем и пользой. Ну а в комменты напишите, как вы думаете, сколько бит в секунду информации вы можете выдать с помощью ваших двух пальцев. А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok